Сегодня мы будем разбирать скрипку. Вернее, мы будем снимать подгрифок, струны и устанавливать подбородник. Подгрифок, струны мы снимем, поставим новый. Я расскажу про некоторые нюансы, которые нужно учитывать, когда вы снимаете все струны и одну струну. И подгрифок. Сейчас тоже посмотрим, как устанавливается. Почему я хочу поменять подгрифок? Потому что здесь, в подгрифке, у нас две машинки, и они встраиваемые. Они туда добавляются, устанавливаются отдельно. А я хочу поставить подгрифок, в котором машинки встроенные. То есть, вы видите, что здесь у нас они уже были все четыре. Ну и вообще все четыре я хочу, чтобы были. Для этого я купила вот такой подгрифок. Или струнодержатель еще его называют. Это немецкий хороший металлический. Витнер. Tailpiece на английском. Подгриф. Из легкого сплава с четырьмя шагов. Это по-китайски подгриф. Подгрифок. По-русски. Вот Витнер. Ну, я это все в описании к видео еще продублирую. Так, в общем, открываем. Новая коробочка у нас. Посмотрим, что такое. К этому подгрифку идет такая штучка. Хвостик. Не знаю, как называется. В общем, он вот сюда у нас крепится. И мне сказали, мастер сказал, что нужно его закрутить по максимуму, укоротить вот эту штучку, вот этот уз, или я не знаю, как он называется. В общем, мы снимаем для начала... Раскручиваем эту штучку. Так, интересно, можно ее только одну снять? Ага, да, мы снимем только одну, чтобы не мучиться два раза. И... Вставляем ее. Ага, так, лучше, наверное, сразу закрутить, потому что она жесткая. Скрутить по максимуму. Что здесь установлен... Он подгрифок далековато. Если смотрите, вот так вот, видно, да? Здесь расстояние такое не должно быть большое. Должно быть расстояние... И так, с подгрифком продолжим. Мы закручили вот до конца, до упора. Теперь вставляем вторую штуку. Ну, это мы пока что подготавливаем. Самое интересное, все впереди. Закручиваем теперь. Ну, тут далековато крутить. Наверное, поэтому там поставили далеко. Надоело крутить. В общем, подгрифок он куплен в магазине «Твой звук» на Комаровке. Ну, не совсем на Комаровке, в Беларуси, в Минске. Это все куплено. Ну, не закручится. Тут похоже, что резьба есть, но дальше пока не крутится. Пока что оставим так. Я думаю, что хватит. Даже, наверное, надо будет... Так, сейчас посмотрим, вот если он сюда упрется. Да, даже, наверное, надо по длине сделать. Наверное, надо сделать лучше с обеих сторон одинаково раскрутить. Сейчас я сделаю... Чуть-чуть закручу, а здесь симметрично, чтобы тянулось. Потому что натяжение очень большое. Я вот сейчас даже боюсь соврать, сколько килограмм, что 40 килограмм, или сколько натяжения. Вот здесь струн. Оно довольно-таки сильное. Так, примеряем. Ну, может быть. Оно уже натянуто будет и выпрямится. И должно быть короче, чем это. Пока оставим так. Итак, если мы меняем одну струну на скрипке, можно ее просто раскрутить колок, достать ее оттуда, достать отсюда и поменять. Но если мы меняем все четыре струны, то можно быть внимательным к тому, что там внутри есть душка. Не знаю, ее там, наверное, не будет видно. Это такая палочка. О, вот видно, вертикальная. Она распирает скрипку, потому что натяжение, как я сказала, большое очень. На подставку. И изнутри она поддерживает скрипку. И иногда они так сделаны, эти дужки, что они могут упасть, если вы снимаете все четыре струны. Поэтому, когда вы сняли все, то нужно придерживать ее аккуратно, чтобы там не упала эта дужка. Потому что, если она упала, струны ставить нельзя. Потому что они продавят деку, и все повредится, и все. Итак, сейчас я буду снимать струны. Равномерно. Вот сейчас ми у нас ля самая слабая. Так, проверяем. Соль можно немножечко ослабить. И равномерно, потихонечку, вот с таким, да, скрежетом мы их ослабляем. Вот, все. Подставочка здесь уже зашаталась. А сейчас осторожненько. Все может все скрипеть. Да. Все. Подставочка снялась. И сейчас следим, чтобы там у нас, если дужка упала, это слышно, это такой, в общем, она должна стоять. Посматриваем за ней. Так, струны. Еще немножко надо потянуть. И... Ну, здесь уже сейчас неважно. Сейчас мы просто раскручиваем. По одной вот вынимаем. С этой стороны. И по одной вынимаем сейчас из-под гривка. Вот уже раскрутили сильно все это. Застряло у нас немножко. Просто это все раскручиваем. Снимем. Так, смотрим. Да, ля. Это вот эта струна у нас. Это ми. И ры осталось только. Соль здесь, ры здесь. Самая толстая соль, самая тонкая ми. Ай-ай-ай. Вот и снимаем это все здесь. А, значит... А, их вот так вставляли. Все, поняла. Так, вынимаем. А здесь вынимаем вот так. Все, несем на рынок. Под грифок где-то долларов 20 как минимум. Еще машинки по 5. Сейчас примерим под грифок, да. Как он тут у нас. А, видите, получилось очень близко. То есть здесь он лежать не должен. Значит, неправильно мне сказали. Немножко надо раскрутить. Вот сейчас равномерно раскручиваем эти штучки. Угу. Тут вот еще можно подлиннее. Так, сейчас примерим, потом посмотрим. Нужно тут. Вот, цепляем за пуговку. Ага, сейчас. Уже лучше. Наверное, немножко я еще раскручу вот эту вторую. Так, ну, одинаково вроде бы. Сейчас посмотрим на образец. Так, на образце все-таки тут вот пара миллиметров есть у нас расстояние. Наверное, нужно... Да, здесь учитывая то, что струны все четыре будут тянуть. Это все дело туда очень сильно и вытянется немножко сама вот эта проволока. Это пока что оставим как есть. Так, теперь струны. Будем менять струны, вернее устанавливать. Вот струны, тамастик, vision solo. Ну, вот такие я выбрала. Их очень много сейчас разных-разных фирм. Тамастик, ну, профессиональные, они хорошие. Это синтетические струны. Есть металлические, есть синтетические. Но я сделаю скоро видео про выбор скрипки. И там про струны немножко тоже расскажу. Потому что это отдельная тема, большая. Вот такие вот у нас. Открываем коробочку первый раз в жизни. Так. Вот. Ми, И, Ля, А. Я, конечно, на мисок. Так, сейчас мы все достанем. Пока положим рядышком. Каждая так запакована. Отдельная. Соль самая толстая, да. Самая толстая, она слева будет у нас вот здесь. Потом Ре. Вторая по толщине. Следующая по слюсу. Сейчас буду рассказывать, как их цеплять. Ля. Самая главная. Так, такая вот. И Ми, самая тонкая. Она не синтетическая. О, тут что-то даже к ней. Ага. Ну, это понятно. В общем, к струне Ми часто идет... Поскольку подгривки бывают разные, к ней... Вот здесь у нас такая пимпочка идет. Сейчас мы посмотрим. То есть на некоторые подгривки нам понадобится вот такой шарик. Но нам сейчас он не понадобится, по-моему. А, нет. А, да. Он нам понадобится. Потому что здесь вот такая петелька. Вот. А у нас наш подгрифок предполагает шарик на конце. Поэтому сейчас еще придется цеплять нам этот шарик. А эти пластиковые штучки, они для того, чтобы... Так, где была подставочка? Подставочка уже не бежала. А. На подставочке, чтобы Ми струна, она самая тонкая, и она прорезает дерево. Вот, чтобы она не прорезала дерево, мы вот эту пластиковую штучку будем сюда класть. То есть наденем на струну. И, чтобы не прорезал дерево, вот она у нас тут будет. Так. Ломать не строить, да? Разобрали? Теперь надо собрать. Сейчас мы эту штучку подгрифок пока что так вот насадим слегка. Не насадим, не хочет. Ладно. Подставочка. Она у нас вот такая под углом, да? Картинка всегда к скрипачу смотрит то, что вот здесь написано. Оно должно смотреть в сторону себя. И такой скос идет к струне Ми. Вот она несимметричная, да? Несимметричная. Это специально, потому что соль, струна толстая, и когда задается вибрация, она вибрирует сильнее. Поэтому она должна быть выше над грифом. Потому что если она вибрирует, она не должна биться по грифу, естественно, да? А Ми струна, она ниже, ближе к грифу, она тоненькая, меньше вибрирует. Да, поэтому Ми струна вот ниже, да? Подставочку так ставим. Вот. Теперь. У нас тут была вот эта петелька, да? Сейчас мы на Ми струне. Нам нужно, чтобы у нас был шарик. Так, мы наденем этот шарик сюда. Это надо тут исхитриться. Надеть его. Ну, я думаю, это... Так, чтобы у нас за что-то... Так, вот, я сейчас чуть-чуть, смотри. Плющу. Расправить, это не мешается. Ну, тут не бойтесь. Это все, ничего не сломается. Это крепкое все. Крепкое, не плющится, нифига. О, вот, все, наделся шарик. Теперь обратно его туда зажать, чтобы он не выскочил у нас. Так, Ми струна, она с краю. Самая первая идет. И пойдет вот в этот колок. Убежала это все. Сейчас подготовимся. Дальше струна Ля у нас была, да? Струна Ля у нас вторая. Она вот в этот колок в дальний пойдет. Вот мы с нее и начнем, пожалуй. Поскольку это все равно падает, сейчас мы немножко вкрутим туда-ля, как я уже показывала. Новые струны, они легко вставляются, они прямые на конце. Так, стараться там сзади немножечко хвостик, чтобы был у нас. Так, вот, там такой хвостик маленький внутри остается, не знаю, видно или нет. Ладно, это я покажу на Ре струне, там будет понятнее. В общем, на Ля струне такой хвостик оставляем, да? Закручиваем ее немножко, чтобы она стремилась к своему. И вот это все синее нам нужно туда закрутить, чтобы у нас вот здесь была уже металлическая струна, да? Здесь мы вот ее вставляем во второе отверстие. Немножко я перетянула, не хватает немножко длины. И теперь это все надо вот так прицепить. Прицепилась, закручиваем уголок. Вот, примерно это все будет так у нас. Сейчас, так, Ре струна. Ре струна. Немножечко тут слегка. Ну, машинки еще, вот хочу сказать, машинки, они закручены до конца. Сейчас нам это будет мешать. Нам их немножко надо открутить повыше, чтобы они все немножко торчали. Это вообще, когда скрипку настраивать, ее настраиваем колками, машинки, вот, у них должен быть запас и вверх, и вниз. В общем, Ре струну. Теперь вставляем свой колок. И сейчас вот увидите, сколько должен остаться хвостик там. Вот, примерно такой хвостик. Вот он там торчит. И начинаем закручивать. Так, как тут сделать? Может быть, сначала в эту сторону, да? А потом обратно сюда. Так вот, чтобы он... Ага, хвостик вылетел. Ну, вот это вот случается, да? Коротковат он был, значит. Сильно длинный не надо оставлять, как вот у гитаристов там, потому что он потом тоже задевает и звенит. То есть его оставляем минимальным, ну, так вот, чтобы он, как сейчас у меня, не выскочил. Чуть-чуть подлиннее. Она мягкая очень струна. Так, оставим сейчас вот такой примерно. И смотрите тоже, чтобы он там не касался, потому что, когда играешь, он может позванивать. Так, я думаю, будет нормально. Ну, вот, держится, не вылетает. Все, в свое отверстие здесь вставляем. Дальше. Смотрим, вот он здесь у нас уже. Вставили в свое отверстие здесь свою машинку. Ну, так же соль струну. Два ложка. Так, ну вот бывает, что она толстоватая, да. Здесь, ну, все вместилось. Да, бывает, что струна толстоватая, надо с усилием туда ее запихнуть. Дальше идем, вот этот колок. Тут можно начинать с колка, это не важно. Можно начинать вот в колке немножко вкрутить, потом уже в машинку втыкать. Это уже как. Главное, чтобы сейчас вот у нас не касалось, где тут большое расстояние, надо закрутить, и мы уже близко очень к коробке, да. Сейчас она у нас будет касаться. Я немножко раскручу и пойду с той стороны, да, колок вот вынимаем и немножко с той стороны идем, чтобы накасалась у нас потом струна коробки этой. И постепенно колок кручим и вдавливаем. Он вот такой конусной формы специально, чтобы, когда вдавливаешь, он потом не выскакивал. Ну вот так на черновую мы его... Он тут касается. Немножечко подальше надо. Слишком далеко тоже плохо. Так, и раз струны, чтобы он тоже не касался. Так, ну вот, здесь хорошо. Теперь ничего не касается ничего. Так, не попала немножко в свою эту. Так, сейчас. Здесь попали. Здесь даже сильно слишком тянули. Пока что у нас так все ослаблено. Ми-струна. Теперь мы на ми-струну наденем вот эту вот пластмасску. И ее мы положим на подставочку. Ну, пока что это все болтается. Что-то тут у нас уже мини... Видите, сложная тут уже куча струн, куча всего. И те же отверстия... Так, вот отверстия посмотрели. Теперь мы его... Я его немножко специально втыкаю, не до конца. Здесь колок пока что не вдавлен, да? Я его буду вдавливать вместе с закручиванием струны. Только достали вот это отверстие. Так, там хвостик. Но в ми можно подлиннее, потому что ми выскакивает часто. Она тоненькая. Хвостик, в общем, там где-то сантиметр-полтора можно оставить смело. И... Так. Ну, с ми такая морока обычно всегда. Вкручиваем. Да, вдавливаем, вкручиваем. Вот, чуть-чуть осталось. Так, она тут у меня выскочила. Так, она тут у вас... rom полет wszyscy. Так. Так... Вот,SNS. Вкручиваем. Ой, мой... Ну, что... Ну... свое пока что здесь примерно мы сейчас будем ставить подставочку все это будет немножко двигаться натянули теперь здесь пока расстояние для подставочки наверное маловато сейчас проверим куда мы ставим подставочку вот у нас здесь такие рысочки есть маленькие мы ориентируемся на них и если есть вот место где она стояла уже раньше мы просто ставим туда где она стояла сейчас вот здесь стараемся сейчас еще можно не попадать прям во все свои отверстия так вот ставим туда где она была на эти следы от ножек струны ставим на свои места не забываем эту пластиковую штучку поставить ее немножко сюда немножко двигаем сюда потому что когда будем натягивать сми струну нас двинется вперед соль у нас слишком ну в общем пока у нас вот так это все получилось так и что произошло и душка у нас упала слышите болтается то есть дальше мы не натягиваем значит мы идем к мастеру ставим биску вот так вот получается иногда тогда сейчас уже не буду это все и расслабляю только скажу что подставочку когда мы ставим мы смотрим что если мы внешне проведем вот такую три горизонтальную черту да то подставочка должна быть вертикально ровно к этому причем вертикально задней своей стенкой вот так вот примерно она должна стоять чтобы надеть подбородник вот у нас такой подбородник вот здесь у нас его нужно сначала одновременно с двух сторон тремя пальцами как-то умудриться накрутить потому что то есть по одной стороне он не накрутится его надо вот так чуть-чуть тут чуть-чуть тут чуть-чуть почему так вот закрутить он тут закручен слишком сильно вначале немножко его раскрутить чтобы было куда здесь нам нужно было открутить немножко вот мы немножко открутили теперь подставляем и закручиваем равномерно туда-сюда вот эти вот чтобы одной он не закрутится уже испробовано да и видите он здесь вкрутился ты сейчас наверное нам не хватит час примере да еще большего там для скрипки сейчас мы раскрутим обратно это все теперь здесь раскрутим хорошенько это зависит от толщины скрипки толщина скрипки бывает разная у меня довольно тоненькая скрипка на нее придется наверное почти по максимуму закручивать и внизу и сверху сразу закручивается вот сейчас у нас она слишком туго то есть мы откручиваем немножечко теперь нам понадобится вот такой ключик то может быть гитарный он для гитар продается для скрипок они я их не видела специальные вот здесь важно чтобы подбородник не касался вот этого подгрифка да то есть надо так прикрутить чтобы он здесь его старался не касаться здесь у нас видите поскольку подгрифок не натянут он высоковато мы пока что закрутим как есть час я покажу на другой скрипке как это должно быть чем здесь мы закручиваем подбородник мы закрутили плотно он должен быть закручен так чтобы вы могли вы так за него взяться да и скрипка должна держаться он должен быть плотно на самом деле если вываливается то вы его можете в какой-то момент вытянуть вытянуть ну то есть он у вас выскользнет и скрипка выпадет да и очень будет неприятно если она упадет из этого разобьется поэтому его прикручиваем плотно не боимся что здесь скрипку он он не повредит да он все равно не даст резьба не даст вам сломать ну конечно не так чтобы как ломом там не знаю машину но плотно действительно что вот так вот и еще раз если там душка упала и гремит вот это максимальное натяжение да вот такое но слабенькое у нас сейчас то есть не натягиваем ничего идем чтобы нам поставили эту дужку иначе если вы натянете сейчас то скрипка пойдет трещина по деке в лучшем случае лопнет продолжение следует продолжаем три месяца спустя много чего произошло с тех пор как я уронила дужку но мастеру все таки скрипку отнесла он поставил дужку на место причем положение дужки мы искали полчаса наверно потому что от нее зависит очень много ну от нее зависит звук очень сильно то есть можно подвинуть ее так чтобы больше была слышна струна соль можно подвинуть чтобы была слышна астрономия вот нужно было найти баланс чтобы все было слышно нигде не было слишком много слишком мало вот теперь она стоит там на месте вот теперь там дужка на месте вы видите можно играть что еще сделал мастер вот я показывал когда хвостики у меня оставались здесь длинные он их обрезал то есть когда он надевал мне этот подгрифок и хвостики там вот эти пластиковые были то есть он их обрезал тоже чтобы ничего не звенело подбородник я поменяла на свой родной старый который я когда-то наждачкой я сама под себя вот именно обтачивала поэтому я уже на нем играю ну как минимум 10 лет наверное дольше тут он весь прожавел в общем подбородник тот черный я убрала поставила свой и все скрипка готова да вишенка на торте вот можем повесить сурдину сурдина вешается между ля и растяну как правило надевается да и вот ее рабочее положение вот нерабочее ну до новых встреч